Добрый день, дорогие друзья! Говорю всем, здравствуйте! 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 Мы продолжаем читать любимые книжки Алисы. И, может быть, вы знаете, что есть такой мультфильм, который называется «Котёнок по имени Гафф». Но есть ещё и книга «Котёнок по имени Гафф», и написал её Григорий Остар. И сегодня мы будем читать о приключениях этого самого котёнка. Она так и называется «Сказочные истории». На чердаке жил рыжий котёнок. И никто не знал, как его зовут, потому что хозяина у него не было. Однажды щенок бегал по двору и лаял. «Гафф! Гафф! 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 Гафф!» Спросил щенка котёнок. «Я тебя не зову!» Удивился щенок. «Это я просто так лаю. Гафф!» «А меня так и зовут. Котёнок Гафф!» Когда соседский чёрный кот узнал, что рыжего котёнка зовут Гафф, он почесал спину о трубу соседского дома и сказал, «Я бы не советовал котёнку с таким именем спускаться во двор. Во дворе котёнка с таким именем ждут одни неприятности. Если они меня ждут, надо идти!» Подумал котёнок Гафф и стал спускаться во двор, напевая песенку. «Раз, два, три, пять! Я иду искать!» Во дворе котёнок Гафф внимательно осмотрел все уголки. «Нигде никаких неприятностей не было!» «Где же они, эти неприятности?» Спросил котёнок у чёрного кота. Вдруг во двор вышла большая собака. Она увидела котёнка и позвала его. «Ай, ты, рыжий, иди сюда! Как тебя зовут?» «Гафф!» – сказал котёнок. «Что?» – удивилась собака. «Гафф!» «Ах, ты ещё и дразнишься!» – закричала собака и погналась за котёнком. Вот она бежит за котёнком. Но чёрный кот прыгнул между собакой и котёнком. Собака погналась за котом, а котёнок убежал. Когда котёнок Гафф примчался на свой чердак, кот спросил его. «Ну что, убедился, что во дворе тебя ждут неприятности?» «Нет, не убедился. Я их узнал. Я уже почти совсем нашёл, но меня собака жгнала». Следующая история называется «Как тебя зовут?» «Гафф! Гафф!» – лаял щенок. «Ты меня зовёшь?» – спросил котёнок. «Нет, это я просто так лаю». «Ну, а меня только зовут. Котёнок Гафф». «А меня как зовут?» – спросил щенок. «Разве ты сам не помнишь, как тебя зовут?» – удивился котёнок. «Подробности я помню», – задумался щенок. «А вот самое главное, как меня зовут, я забыл». «Знаешь что?» – предложил котёнок. «Пусть тебя кто-нибудь позовёт, и ты сразу вспомнишь, как тебя зовут». «А как я узнаю, что это меня зовут?» – сомневался щенок. «Ты догадаешься!» – пообещал ему котёнок. «Пошли!» Котёнок привёл щенка к взрослому чёрному коту, который притаился возле мышиной норки. «Вот кто тебя позовёт!» – сказал котёнок. Чёрный кот покосился на щенка и котёнка и прошипел. «С-с-с! Не мешайте!» «А что он делает?» – громко спросил щенок. «Он играет в кошки-мышки!» – ещё громче ответил котёнок. «А кто он, кошка или мышка?» Котёнок Габ внимательно посмотрел на кота, подумал и сказал. «Наверное, он кошка!» «Что-то он не очень похож на кошку!» – засомневался щенок. «Наверное, он мышка!» «А по-моему, всё-таки кошка!» «Нет мышка!» «Нет кошка!» «Я не кошка!» «Я не мышка!» – закричал возмущённый кот. «Я не мышка и не котка!» «Я кот!» «Кот!» «Кот!» «Понятно?» А в это время мыши, про которых кот совсем забыл, выскочили из норки и убежали. Кот кинулся за ними, но было уже поздно. Мыши спрятались в соседней норке. «Кто вас сюда звал?» – закричал кот щенку и котёнку. «Кто?» «Никто не звал!» Честно сказать, ответили друзья. «А ну, марш отсюда!» «Вон!» – закричал кот и прогнал щенка и котёнка. Мыши убежали. «А ты говорил, что он меня позовёт!» – вздохнул щенок. «Не расстраивайся!» – сказал котёнок. «Тебя сейчас вон тот пёс позовёт!» «Ага! Незваные гости пожаловали!» – проворчал пёс, который как раз собирался пообедать. «Мы не в гости!» – сказал котёнок. «Мы просто так пришли!» «Нет, вы в гости!» – сказал пёс. «Вы незваные гости!» – «Потому что я вас не звал!» «Тут щенок набрался храбрости, зажмурился и сказал!» «Вы позовите меня, пожалуйста!» «Что?» – возмутился пёс. «Напрашиваться невежливо! Нужно ждать, когда тебя сами позовут!» «А когда его позовут?» – спросил котёнок. «Такого невоспитанного никогда никуда не позовут!» «И... никогда!» – сказал пёс. «Ой, наверное, меня никто никуда не позовёт!» «И я никогда не узнаю, как меня зовут!» – всхрипывал грустный щенок. И вдруг щенок и котёнок услышали голоса детей. Дети бежали и кричали. «Шарик! Шарик! Шарик!» «Вспомнил!» – закричал щенок. «Я вспомнил, как меня зовут! Меня зовут Шарик!» Дети бежали и кричали. «Шарик! Шарик!» А щенок мчался за ними и лаял. «Это я! Это я, Шарик! Я! Это я! Вот он я! Я тут!» Но дети не замечали щенка, а не смотрели куда-то вверх, где над их головами летел в небе яркий жёлтый шарик. И вдруг жёлтый шарик лопнул. Дети закричали. «Шарик лопнул! Лопнул, Шарик!» И убежали. А щенок ужасно испугался. «Гав!» – шёпотом спросил щенок у котёнка. «Скажи мне честно, я лопнул, да?» «Нет!» – сказал котёнок Гав. «Ты не лопнул!» «Ты хорошо посмотри!» – попросил щенок. «Я нигде не лопнул!» Котёнок Гав обошёл вокруг щенка и сказал. «Нигде не лопнул!» «А почему же они кричали «Шарик лопнул, Шарик лопнул?» – удивился щенок. «И это не ты лопнул!» – объяснил щенку котёнок Гав. «Это лопнул воздушный шарик. Он был жёлтый, а ты жёлтый с пятнышками». «Значит, я другой шарик!» – догонялся щенок. «Другой!» – утвердила котёнок. «Целый шарик!» «Целый!» «Ну, тогда всё в порядке!» – обрадовался щенок. «Я целый!» «Я вспомнил, как меня зовут Шарик!» «Ура!» И ещё один рассказ, который называется... Ещё одна сказочная история, которая называется «Хорошо спрятанная котлета». Щенок пришёл к котёнку на чердак и принёс котлету. «Смотри, чтоб никто не утащил мою котлету!» – попросил щенок. «Я немножко поиграю во дворе, а потом приду и съем её!» «Ладно!» – согласился котёнок Гав. Котёнок остался сторожить котлету. На всякий случай он накрыл котлетой коровкой из-под торта. И тут прилетела муха. «А-а-а!» – пришлось её прогнать! Кот, который отдыхал на крыше, вдруг почуял очень знакомый и вкусный запах. Облизнулся. «Так вот, откуда пахнет котлетами!» – сказал кот и прошунул в щельках тисту лапу. «Ой!» – подумал котёнок Гав. «Котлету надо спрятать!» «Где моя котлета?» – спросил щенок. «Я её спрятал!» – сказал котёнок Гав. «А её никто не найдёт!» «Не волнуйся!» – уверенно сказал Гав. «Я её очень хорошо спрятал!» «Я её съел!» И ещё один рассказ про середину сосиски. «Приятного аппетита!» – сказал котёнок Гав собаки, которой грызла кость. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р!» – заручала в ответ. «Собака!» — Приятного аппетита! — сказал котёнок чёрному коту. Кот проглотил рыбу и ответил. — Спасибо! — Это у тебя что? — спросил котёнок-щенка. — Сосиска! — ответил щенок. — А ты тоже идёшь обедать? — Нет! — вздохнул котёнок. — Я не могу обедать, потому что я ещё не завтракал. — А давай съедим сосьмую сосиску вместе! — предложил щенок. — Ты ешь с одной стороны, а я с другой. А там, где мы встретимся, будет середина. — Что-то очень мы быстро встретились, — сказал щенок котёнку. — Ты уверен, что это была середина сосиски в этом месте? — Теперь это уже не важно, — сказал котёнок. — Всё равно у сосиски никаких других мест не осталось. Вот такие истории про котёнка по имени Гал. А мы с вами прощаемся. До свидания! Всего вам хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok